В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгуль Зиганшина. В Самаре совершено покушение на ответственного сотрудника городского департамента потреб рынка Дениса Ильина. Он был избит двумя неизвестными прямо во дворе департамента на улице Галактионовская, 25. Напомню, Денис Ильин руководил сносом незаконных ларьков в Октябрьском районе, получал угрозы. Сейчас он находится в реанимации. По факту нападения возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников. И все же незаконные ларьки исчезнут с карты города. Как решить проблему с недобросовестными предпринимательными ускоренными темпами, обсудили на совещании в мэрии Анастасия Зубарева о том, как наводят марафет на Самарских улицах. Торговые киоски и ларьки демонтируют по всему городу. В первую очередь убирают по тем адресам, которые сообщают сами жители, а также по предписаниям надзорных органов и судебным решениям. Продолжается работа по расторжению договоров аренды с предпринимателями, чьи ларьки не вписываются в планируемый городской облик, демонтируются киоски вдоль Новосадовой. Глава администрации Самары Олег Фурсов отметил, темпы нужно наращивать. С начала года убрано около сотни незаконных торговых объектов. Необходимо в 10 раз больше. У вас там почти тысяча объектов, вы будете там несколько лет их вывозить, при таких темпах, что за два с половиной месяца всего 100 объектов вы демонтировали. Поэтому здесь нужно ускориться. Встречаются ларьки-призраки, которые появляются на прежнем месте вскоре после демонтажа. Процесс наведения порядка тормозит и сама процедуру ликвидации незаконных торговых точек, заверит глава администрации Вадим Кирпичников. Регламент, он соответствующая процедура у нас предусматривает, исходя из опыта, скажем так, не совсем позитивного тех судебных решений, которые были приняты в нашем отношении. Поэтому мы сейчас очень строго соблюдаем регламент, включая публикование в средствах массовой информации, естественно, и срок на возможный добровольный вывоз. Уже через месяц от Департамента потребительского рынка и услуг ждут нового отчета о проделанной работе. Особое внимание нужно уделить территориям, которые будут задействованы в рамках празднования 9 мая. Уже к началу апреля планируется решить вопрос с кафе в Парке Победы и с торговыми точками вдоль аллеи трудовой славы в Кировском районе Самары. Анастасия Зубрева, Максим Гусев, События. Продолжаем выпуск. Антон Полыгалов, начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка, подал рапорт об отставке. Увольнение руководителя ведомства продолжило серию добровольных отставок в главке. Ранее рапорты подали начальник главного следственного управления Валерий Пиявин и начальник отдела полиции Красноярского района Виталий Чагадайкин. Тем временем новый руководитель областного управления МВД Сергей Солодовников делает первые серьезные заявления. По его мнению, количество пеших полицейских патрулей в Самаре должно увеличиться в разы. Сейчас улицы города Миллионник патрулируют порядка 16 нарядов. Уже с 12 марта эта цифра возрастет до 174. Усиление будет работать с 4 вечера по четвергам, пятницам и субботам. В дни, когда количество правонарушений на улицах, по данным полиции, увеличивается. Следить за порядком полицейским будут помогать и дружинники. Предполагается, что это будут студенты старших курсов. В течение нескольких дней с добровольцами будут проводиться беседы, а также работы по профподготовке. В качестве опознавательной формы им выдадут светоотражающие жилетки с надписью ДНД и нарукавные повязки дружинников. Я считаю, что количество участников ДНД до конца года должно составлять 5000 сотрудников и в течение следующего года увеличится до 10 тысяч. Это пока тот минимум, который нам возможен и необходим для того, того, чтобы жители города Самары и все мы с вами достаточно благополучно чувствовали себя на улицах нашего города. Уверяю вас, в этом есть практика, она отработанная и очень эффективно действует. Также к патрулированию улиц привлекут и сотрудников частных охранных предприятий. В Самаре их более 600. Кроме того, в октябре будет сформирован новый состав общественного совета при областном управлении МВД, причем на треть он будет состоять из представителей городских и областных СМИ. По словам Сергея Солодовникова, именно газеты, радио и телевидение играют роль посредника между силовыми структурами и жителями области, а значит и взаимодействие должно быть на высшем уровне. Между тем, регион готовится к паводку. По прогнозам синоптиков, большая вода начнет пребывать в конце марта. Какие территории могут попасть в зону подтопления, расскажет Лариса Шалафаст. Более 30 населенных пунктов области могут оказаться в зоне подтопления. Паводок может затронуть населенные пункты в Челновершинском, Кошкинском, Сергиевском, Камышлинском, Красноярском, Елховском и Нефтегорском районах. Чтобы большая вода не стала неожиданностью, сотрудники МЧС готовят план защиты населения. Сформированы бригады экстренного реагирования, определены маршруты эвакуации и подготовлены пункты временного размещения людей, в которых смогут пребывать более 20 тысяч человек. На всех территориях проведены предупреждающие меры защиты. Основные усилия данных мероприятий были направлены на расчистку русел, проведение вероукрепительных работ, ремонт гидротехнических сооружений, ремонт и очистка водопропускных коммуникаций, расчистку оврагов. Вскрытие рек синоптики прогнозируют на 2-3 дня раньше нормы – в конце марта. Полностью ото льда Куйбышевское и Саратовское водохранилища должны очиститься в конце апреля. Два раза в сутки наблюдений на реках. При повышении максимальных уровней до критических отметок мы переходим на четырехразовые, то есть мы и ночные часы проводим наблюдения. Ситуацию еще могут усугубить дожди. Окончательные прогнозы максимальных уровней воды в Саратовском водохранилище будут сделаны в апреле. После утверждения графика сброса воды. В целом, большого весеннего половодия синоптики в этом году не прогнозируют. Лариса Шалафаст, Станислав Левин. События. Мобилизоваться стоит частным коммунальщикам. Сейчас их главная задача – чистить кровли от сосулек. А вот самостоятельно установленные козырьки балконов должны привести в порядок жители. Главная боль управляющей компанией «Альтернатива» – 145-й дом по улице Красноармейская. Полутораметровая сосулька, нависшая возле балкона, представляет серьезную опасность. Если ее не сбить, она вполне может упасть на голову прохожим. На совещании в департаменте ЖКХ озвучили адреса, по которым необходимо срочно принимать меры. Плюсовая температура днем и минус ночью дают известный эффект. Усиленный сход снега со скатных крыш, а также гололед – это еще одна забота управляющих компаний. Ледяные глыбы, накатанные колесами автомобиля, становятся камнем преткновения для пешеходов и нередко приводят к травмам. Обратите особое внимание, сейчас страшнейшие гололеды на улицах. Это в вопросах посыпки, потому что очень много падений. Поэтому обратите внимание на обработку противогололедными и, соответственно, на сходы снега. Потому что на домах остались шапки, особенно на северных сторонах, потепление, большие исходы. Нечищенные крыши домов, неработающие лифты, перегоревшие лампочки в подъезде – проблема в сфере ЖКХ. Сейчас у россиян на втором месте после повышения цен. Тем не менее, есть и позитивные изменения в отрасли. За последние годы начали капитально ремонтироваться многоквартирные дома. Управляющие компании будут проходить обязательное лицензирование, чтобы жители получали качественные услуги. Должны остаться только лучшие и честные, уверена начальник отдела одной из новокуйбышевских управляющих компаний Ольга Ледяева. Она – передовик отрасли. Именно Ольга Ильинична ввела в свои организации электронный документооборот, чтобы ни одна просьба или заявление жителей не остались без внимания. Управляющая организация, как и все остальные, будет проходить обязательное лицензирование, которое, по мнению Ольги Ледяевой, просто необходимо. Сейчас услуги будут представляться более высокого качества, потому что те управляющие компании, которые работать не могут, они, конечно, с рынка уйдут. И уйдут справедливо, поскольку должны работать те компании, которые отвечают всем требованиям и законодательства, и требованиям нашего населения. В Самарской области 397 обслуживающих организаций, которые оказывают коммунальные услуги. В этой сфере трудится больше 38 тысяч работников. В зале театра опера и балета на профессиональный праздник работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства собрались лучшие представители, новаторы и просто сотрудники, которые хорошо знают свою работу и делают ее на совесть. Я хотел выразить вам слова огромной благодарности за ваш труд. Мы будем вместе с вами, как бы тяжело ни было, будем делать все, чтобы у нас здесь был. И порядок, и качество, и комфорт для людей. С праздником вас! Коммунальная отрасль всегда была одной из самых проблемных в нашей стране, но за последние годы сделано очень много. Уровень комфорта жизни людей значительно повысился, и это благодаря тем, кто трудится на благо жителей. Лучшие сотрудники сферы ЖКХ получили благодарности и почетные грамоты губернатора, цветы и памятные подарки. Мариана Мирная, Павел Пресняков, События. Бесплатные счетчики на воду и газ получат ветераны Великой Отечественной войны в год 70-летия Победы. Субсидии на их приобретение и установку выделят городской департамент соцподдержки и защиты населения. Приборы учета на воду уже установили почти у 450 ветеранов. Еще более 200 человек получат их до конца года. Такая же работа ведется со счетчиками на газ. На совещании в мэрии шла речь и о наведении порядка во дворах домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Этим займутся волонтеры, могут присоединиться и все неравнодушные жители города. До 9 мая мы планируем выплатить компенсацию 254 ветеранам. График согласован с средневоложеской газовой компанией. Идем все в штатном режиме. Также прошла работа появления дополнительных списков. К новостям культуры. Необычная интерактивная выставка открылась в областной столице. Гостям предлагают увидеть свой особый мир, мир наизнанку. Юлия Черняева проверила на себе действия экспонатов проекта и даже усомнилась в реальности происходящего. По телевизору показывают жуликов. Ну, чем я хуже? Алло, это телевидение? Да. У нас в Самаре открылась удивительная выставка оптических иллюзий. Приезжайте скорее, мы хотим об этом поведать миру. Полежать в ванной с видом на море, посидеть в пасти дракона, почувствовать себя гигантским пауком, побродить в темной-темной комнате с сусликом. Проект «Мир наизнанку» придется по вкусу самым бесстрашным самарцам с хорошей фантазией. Очень понравилось, было интересно, немного страшно. Тут очень высоко, ну, конечно, не очень удобно. Это пространство полностью меняет ваше представление об окружающем мире. Экспонаты можно не только рассмотреть и потрогать, но и проверить на себе, пытаясь разгадать необычные эффекты. Здесь что-то говорит, какая-то женщина, ощущения, конечно, здоровские. Вообще, первый раз у нас такая выставка, потому что я являюсь еще сотрудником этого музея. Выставка у нас впервые. Пока что прошла всего лишь две, так скажем, экспозиции. Уже завораживает, что же дальше. Очень интересно. Секретная информация для всех тех, кто сейчас нас смотрит. Посвящается всем тем, кого в детстве дразнили Юлия Кастрюля. Я нашла свое призвание в этой жизни. Я с вами прощаюсь. Это был мой последний репортаж на благо великой телекомпании «Самара ГИС». До встречи. Оптические, тактильные и звуковые иллюзии по-новому помогут вам ощутить удивительный феномен человеческого восприятия. И взрослые, и дети с удовольствием проверяют все на себе. Самый замечательный экспонат, который у людей вызывает больше всего эмоций, это тактильный домик и перевернутая комната. И вот вы также можете полежать с кем-нибудь из своих друзей в ванне. На десятком уникальных объектов вместе трудились российские художники и ученые, в том числе научные сотрудники МГУ имени Ломоносова. Поиграть со своими ощущениями, что может быть интереснее. На самом деле, впервые в жизни пишу стендап в таком состоянии. В теле такая приятная легкость образовалась. Но вот такая вот голова на блюде получилась у меня. Что случится с вами на выставке оптических иллюзий «Мир наизнанку» приходите и узнаете сами. Выставка продолжит свою работу до 13 мая. В понедельник выходной. Юлия Черняева, Константин Головин. События. Ну то, что может быть хорошо для «Мира иллюзий», не очень. Для гардероба одежда наизнанку считается плохой приметой. В этом уверены модницы. Сейчас они вовсю готовят новые весенние наряды. В этом году обязательным элементом в декоре снова будет кружево. Самарская мастерица готова поделиться секретами со всеми желающими. Маргарита Бортникова плетет уникальные кружевные изделия, восстанавливая старинные узоры. Дизайнер Маргариты Бортникова. Маши аплодисменты. Имя самарского дизайнера Маргариты Бортниковой ассоциируется в мире российской моды с изыскностью, воздушностью и изяществом. Ее кружево на показах эстет-фэшн-вик и в доме моды Вячеслава Зайцева всегда принимают очень тепло и восторженно. Я работаю по схемам музея Киото Япония. В Японии представлены старинные кружево. Применяя старинные схемы, мы уже в современной интерпретации их показываем. И каждая схема у нас получается авторская, потому что мы все добавляем. Я все добавляю в свои элементы. Самарцы же могут рассмотреть отельевые узоры не с подиума, а что называется на расстоянии вытянутой руки. В Самаре при мастерской открыта галерея, где представлены все изделия дизайнера. Есть в галереи и старинное кружево. Рушник 1910 года. Его подарила дизайнеру внучка-мастерица, которая делала этот рушник ко дню своей свадьбы. Она сама ткала лен. Вернее, сначала сажала лен, потом ткала этот лен, вот эта тряпочка, потом вышивала, потом прила нитку, чтобы эта нитка получилась. Изначально ткань имела желтоватый оттенок. Чтобы придать ей белизны, ее несколько месяцев держали на снегу. Плели кружево тогда из очень тонкой нити, буквально паутинки. Сейчас нить складывают в несколько слоев, но работа от этого менее сложной не становится. Чтобы связать такое платье, потребуется от трех до шести месяцев кропотливого труда. Когда работаешь крючком, это математический склад ума должен быть, потому что там постоянный счет и постоянное, чтобы правильно сложить все столбики. То есть это очень важно. Освоить плетение кружева можно на мастер-классах, которые проводятся в галерее для всех желающих. Дизайнер Маргарита Бортникова и рукодельница из ее мастерской охотно делятся с девушками своим умением. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов. События. Пока модницы готовятся к выходу в свет, спортсмены ловят последние зимние деньки. 74-я лыжная гонка на призы газеты «Волжская коммуна» прошла в областной столице. На старт вышло рекордное количество человек – более тысячи. Чем привлекают лыжников такие соревнования, кроме медалей, расскажет Сергей Кизоркин. 9 марта каждый год в Самаре проходит лыжная гонка на призы газеты «Волжская коммуна». Приурочены соревнования ко дню рождения печатного издания. 108 лет назад самарский губернатор Владимир Якунин выдал лицензию на выпуск газеты. А в 1941 году прошли первые лыжные соревнования. Наши предшественники придумали такую замечательную гонку. Еще до войны первый раз провели. Наши прадедушки, прабабушки выходили. И вот уже сколько поколений, сколько народу есть здесь. Тот, кто мальчишкой сюда приходил с отцом, тот и своего сына сюда приведет. Это мы формируем какие-то традиции нашей жизни. По-моему, это очень важно. Ирина Яговкина бегала на лыжах еще школьницей и студенткой. Недавно решила вернуться на лыжню. Первые соревнования после продолжительного отпуска для Ирины сложились удачно. Хотя медаль от «Волжской коммуны» завоевать не получилось. После 30-летнего почти перерыва в занятиях сложновато. Но вроде бы ничего, пробежало. Участников гонки погода как по заказу порадовала легким морозцам. Претендовали на медали кроме любителей и юные спортсмены и ветераны спорта. Чемпионы и призеры гонки от «Волжской коммуны», поднявшись на пьедестал почета, закрыли очередной лыжный сезон. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. И у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в твиттер, скачивайте приложение, смотрите телеканал SamarGis на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Рост цен и снижение доходов приведут к тому, что расходы на продукты питания в этом году превысят половину семейного бюджета. 40% семей уже сейчас тратят на продукты более половины своего бюджета. Каждый четвертый горожанин вынужден тратить на продукты от 50 до 70% семейного бюджета. Каждый седьмой – более 70%. Треть граждан выделяет на питание от 30 до 50% семейного бюджета. Лишь у третьей опрошенных расходы на питание занимают менее трети дохода семьи. Если так дальше пойдет, то люди вообще забудут, что такое деньги. Депутаты Госдумы предложили запретить банкам продавать долги по кредитам физических лиц третьим лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, то бишь коллекторам. Авторы поправок указывают, что пока заемщик вынужден платить и свой реальный долг, и вознаграждение коллекторам, которые они прячут в процентах, неустойке и прочих штрафных санкциях. Таким образом, банки смогут привлекать коллекторские агентства по агентскому договору, но переуступать права требований по кредиту могут только другим банкам. Чем это поможет гражданам? Да ничем. Число туристов из России, посетивших Анталию за первые два месяца 2015 года, уменьшилось на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе и феврале 2015 года Анталию посетило 234 тысячи туристов, что на 2,9% меньше, чем за такой же период прошлого года. Число российских туристов, посещающих Анталию, уменьшилось с 36 тысяч до 21 тысячи в январе и феврале нынешнего года. Самое большое сокращение было отмечено среди туристов из Франции – минус сразу 70%. Из Дании – минус 51%, из России – минус 41%, из Израиля – минус 35%, из Швеции – минус 30%, из Украины – минус 25%, из Великобритании – минус 17% и из Австрии – минус 13%. Российский фондовый рынок открылся снижением котировок по отношению к основной торговой сессии пятницы. Индекс ММВБ упал до отметки 1714 пунктов. В списке аутсайдеров – Мичел, ТМК, Распадская, Россети и РДР Русала. Среди лидеров роста – Алроса, ЛСР, МТС и ПИК. Снижение на российском рынке происходит на фоне смешанной динамики в Европе и США. Фьючерс на американский индекс S&P снижается, цены на нефть корректируются, торги в Азии проходят в красной зоне. Курс доллара на 10 марта – 59,99 рубля, курс евро – 66,10 рубля, золото стоит 2307 рубля за грамм, серебро стоит 31,23 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 58,82 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Самарская теннисистка может выйти замуж за иностранца. ЦСК ВВС все-таки заиграл в кубковой серии матчей российской хоккейной лиги. Самарские баскетболисты разгромили Алматинский легион. Баскетбольная Самара в Алма-Ате сыграла очередной матч Суперлиги. Соперник – дебютант российского чемпионата Алматинский легион. Однако легионеры спуска экономистам не дали. Во второй четверть они даже почти догнали Самару. Разница составила всего лишь одну очко. Продержалась она недолго и уже к большому перерыву в Алжане выигрывали 50-33. Во второй половине встречи точными бросками в кольцо отличились резервист Александр Галяхов и Алексей Щепкен. В результате рекордная победа со счетом 111-63. Хоккеисты ЦСКА ВВС в Ноябрьске провели два первых матча – плей-офф российской хоккейной лиги. Первую игру ямальские стерхи оставили за собой, победив с футбольным счетом 2-0. В ответном поединке военные летчики взяли реванш и разгромили стерхов в 8-1. Дублем отметился Шутов. Мексиканский болельщик Анастасии Павлюченковой сделал самарской теннисистке предложение руки и сердца на турнире в Монтерее. Об этом спортсменка рассказала в интернете. Шокирующий сюрприз, как выразилась Анастасия, поклонник преподнес прямо на корте. Во время четверть финала Павлюченкова тогда проиграла 12-й ракетке мира итальянке Сари Эрони со счетом 5-7-4-6. Анастасия, поклонник преподнес. Анастасия, поклонник преподнес.